Челси Флауэршоу Что это за фестиваль? Многие маленькие магазины, которые находятся в районе Челси Оформляют свои витрины в виде каких-либо экибан, скульптур из цветов, каких-то декораций и украшений Я попала на него впервые в 2015 году Каждый год тематика выставки меняется и каждый магазин должен следовать той или иной теме Однажды это была Алиса в стране чудес В другой год это были джунгли В третий сафари, в четвертый любовь В пятый в прошлом году, например, была морская тематика И все магазины, которые участвуют в этом фестивале, должны украсить свои витрины или двери согласно этой тематике Поначалу люди не знали об этом фестивале И участие в этом мероприятии принимало небольшое количество магазинов, около 30 В основном в людных и проходных местах Например, на Sloan Square, которая находится рядом с музеем Saatch Gallery А также в районе элитных магазинов в Найтсбридже, недалеко от Хартс На самой Sloan Square всегда находится, так скажем, офис этого фестиваля Где девушки раздают каждому желающему карту, где и что находится И по номерам можно пройти и посмотреть абсолютно все экибаны Кроме того, там же базируется велосипедная прогулка То есть рикши в рамках фестиваля Chelsea in Bloom предлагают прокатить людей по всем этим живописным местам Которые оформлены цветами И показать, где и что находится Последний же год я даже устала ходить Мне на это мероприятие пришлось потратить полных два дня Потому что, по-моему, 88 магазинов в этот раз приняло участие вот в таком фестивале То есть фестиваль разрастается И все больше и больше людей узнают о нем И приходят посмотреть Ну и, естественно, ради чего это все? Ради того, чтобы привлечь, завлечь к себе в магазины новых покупателей И рассказать о своем бизнесе Я никогда не видела столько живых цветов Магазины настолько креативные находят некий дизайнерский подход Что создают из цветов буквально огромных Каких-то попугаев, рыбок, даже жирафов и слонов Поэтому прийти и посмотреть такие шедевры А тем более бесплатно, очень и очень заманчиво Я с нетерпением всегда жду мая и июня Потому что эти два месяца самые насыщенные и яркие В моей лондонской репортерской жизни Если май это фестиваль цветов То июнь это королевские события Про красочный парад королевских войск И про королевские скачки в Аскоте Я скоро вам расскажу Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить А пока же продолжаю про фестиваль Челси в цвету Я хожу снимать этот фестиваль Целенаправленно жду с нетерпением Этих дней, когда же откроется Эта бесплатная выставка Экибан цветов и красоты Даже иногда уже в последние годы Наряжаю специально, чтобы красивые фотографии сделать И поэтому в прошлом году Я ходила в таком ярком, солнечном пиджаке И фотографировала Мне очень понравилась акула, созданная из цветов Которая находилась не на главной улице Ее надо было найти Ее представляла стоматологическая поликлиника И я поговорила с владельцами Они как раз там поправляли цветочки Из которых была создана акула И они сказали Если вам нравится, то пожалуйста проголосуйте За наше искусство Оказывается Ну я и раньше об этом знала Но никогда не голосовала Это фестиваль не только просто Порадовать зрителей И привлечь к себе новых клиентов Но также и фестиваль На лучшую экибану, созданную из цветов Люди, которые ходят Рассматривают все эти экибаны Могут проголосовать Кстати, на карте там есть ссылочка По какой ссылке можно пройти И в интернете проголосовать За понравившуюся скульптуру из цветов И я зашла на этот сайт И проголосовала именно за акулу Ну конечно, помимо акулы Было очень много интересных Таких красивых скульптур Мне очень понравилось крестело Тристана Где можно было сесть Надеть на себя корону морского царя Взять трезубец и сфотографироваться Но, к сожалению, эта скульптура была запрятана Она была рядом с отелем По-моему, на Кадагансквея Точно не скажу Но там очень мало проходило людей И мне пришлось кого-то просить Вот буквально один человек За полчаса прошел И я попросила меня сфотографировать И у меня есть такая фотография Мне очень понравилась она Конечно, не совсем то, что я хотела Не такая профессиональная Но на память осталась И я довольна Помимо этого Море разных рыбок Морских звезд Жемчужных раковин Очень много всего было в том году Я действительно потратила на это Два дня Чтобы прогуляться по Челси И посмотреть весь фестиваль Сфотографировать И, естественно, отправить на стоки И сделать видео Кроме того, чуть попозже Точно такой же фестиваль Проходит в районе Белгравия И вообще Так я заметила тенденцию Что по всему Лондону Начинает распространяться Этот фестиваль In Bloom То есть в цвету Белгравия в цвету Об этом фестивале Я расскажу, наверное, в следующем году Тоже интересный фестиваль Примерно такой же Но там другие были тематики Расскажу и покажу Другие видео и картинки В этом году, скорее всего Эти два фестиваля не состоятся По причине коронавирусной пандемии Все до сих пор в Лондоне закрыто И мероприятия не проходят Поэтому наслаждаемся Теми видами Которые мне удалось поснимать За прошедшие 4 года Пока на этом все И прощаюсь с вами До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок